так дорогие друзья давайте в этом видео рассмотрим как мы будем с вами адаптировать наш сайт под различные размеры экранов обратите внимание что здесь в нашем конструкторе слева в меню есть три переключателя для разных размеров экрана то есть для компьютера для планшета и для мобильных для мобильных телефонов при переключении наш наша страница будет уменьшаться до определенных размеров и соответственно мы можем с вами производить дополнительную настройку всех элементов чтобы не смотрелись хорошо на этих размерах устройств давайте посмотрим что мы можем сами сделать если мы переключим в планшетный вариант то видим что у нас строка перенеслась и стало две строчки и стал разрыв точнее высота строки создает такое большое пространство между строчками его бы конечно здесь лучше уменьшить сделать более компактным зайдем редактирование этого дополнения и посмотрим что мы можем с вами сделать во первых мы можем как уменьшить сам шрифт данный данного заголовка обратите внимание что здесь также есть переключатель для у каждой настройки если мы вернемся в компьютерную версию видим что шрифт 55 в этих точках остановки будем их так называть шрифт отсутствует соответственно настройки компьютерной компьютерной версии они наследуются и вот всеми этими разрешениями экрана таким образом если мы хотим повлиять на размер текста для планшетов нам нужно будет просто здесь его поменять мы сделаем допустим пусть будет 37 и если переключимся обратно то тут 55 переходим снова планшет у нас уже шрифт меньше можно сделать таким образом можно оставить допустим шрифт вот компьютерной версии размер шрифта но сделать высоту строки поменьше то есть подтянуть слово по анапе к верхней строчке таким образом она будет смотреться уже лучше то есть и крупная крупный шрифт остался и нет этого разрыва по высоте строки давайте так оставим дальше посмотрим сейчас пробежимся по планшетной версии и посмотрим что нам нужно здесь вами сделать далее у нас наши блоки с данными по экскурсии выстраиваются в одну колонку здесь остается пустое место справа и слева слева и справа соответственно здесь было бы рациональнее расставить их шахматном порядке и как раз четыре штуки будет два ряда по две колонки как нам это сделать это делается в настройках самой колонки для этого нам нужно перейти вот сюда в каждом дополнении есть вот такая рамка и здесь есть настройки соответствующей колонки переходим эту настройку колонки и здесь во вкладке responsive адаптивность мы должны для табличного представления то есть для планшетов выставить ширину этого дополнения в шесть колонок то есть половину чтобы данное дополнение заняло половину строки в каскаде в точке остановки для планшетов давайте сделаем это выберем здесь вариант 6 и она стала как раз ровно половинку далее здесь нам нужно будет также сделать 6 потому что сейчас они занимают все 12 колонок эти дополнения также сделать 6 и соответственно что 6 плюс 6 становится 12 и эти два дополнения они встают в одну строку давайте то же самое сделаем и с оставшимися двумя дополнениями сделаем 6 и сделаем также 6 здесь все вот они у нас стали с вами в шахматном порядке то есть два по два у нас получается что здесь вот такой вот разрыв ну маленькое расстояние и надо было увеличить это можно сделать как настройках самого дополнения так и можно сделать отступ в настройках самой колонки здесь присутствует от настройка паддинга но правильнее скорее всего будет это сделать все-таки в настройках самого дополнения зайдем в стиле его вкладке внешний отступ запишем для начала 0 пикселей и сделаем внизу отступ 50 поскольку эти два дополнения находится в одной строке то отступ первого повлияло и на отступ сразу же 2 но надо не забывать что в дальнейшем при мобильной при мобильном варианте данные дополнение будет устраиваться все-таки в одну колонку и отступы должны быть у всех снизу одинаковые чтобы не было разнобоя поэтому мы с вами должны будем здесь правильно это все прописать повторюсь что для мобильной версии наследуются на не предыдущий не предыдущая настройка а все-таки основная настройка от компьютерной версии соответственно смотрите компьютерной версии ничего не указано а в планшет на стоит отступ 50 пикселей вот у места встречи соответственно когда мы переключаемся в мобильную версию вместо встречи отступ пропал потому что он наследуется от компьютерной а там пусто соответственно что нам нужно сделать чтобы было наследование от планшетной версии давайте пропишем компьютерной версии 0 пикселей далее планшетный у нас с вами остается отступ и в мобильной у нас также наследуется получается от компьютерной версии соответственно нам нужно здесь просто будет повторить этот отступ снизу и вот он таким образом будет выглядеть и такие настройки она сейчас прописать будет для всех четырех дополнений давайте это сделаем просто перейдем следующее дополнение стиле компьютерной версии оставим 0 пикселей для порядка пусть будет здесь мы делаем 0 пикселей снимаем замочек ставим нижний отступ визуально ничего не меняется и здесь мы сделаем то же самое 0 пикселей снимем замочек и поставим разрыв 50 отступ все видите появился отступ тоже также далее мы идем в стоимость здесь в стиле сразу же давайте пропишем для мобильной версии отступ далее идем планшет 0 пикселей снимаем замочек ставим снизу отступ 50 пикселей и в компьютерной версии поставим 0 пикселей так далее у нас осталась группа в принципе здесь не сильно актуальна потому что это это полный идет последним и отступ снизу и по сути не важен давайте сделаем 0 пикселей здесь посмотрим как это будет вот здесь для этого пикселей на принципе особо роли не играют вот если мы сейчас здесь сделаем по 150 пикселей то это будет заметно вот эти блок отступил просто еще ниже давайте оставим пусть будет больше воздуха никогда не помешает и таким образом смотрим что у нас при переключении на планшет блоки перестроились равномерно с отступами все хорошо сразу же мы их адаптировали для мобильного они выстраиваются под на колонку и все хорошо смотрится далее давайте адаптируем блок вот с этим текстом если мы с вами переключимся на планшетную версию то увидим что он у нас принципе центруются нормально и становится по центру здесь конечно можно его немножко с ним поиграть каким образом после поменять размер нашего шрифта посмотрим какой здесь здесь у нас стрел 35 и высота строки 50 здесь мы можем с вами сделать допустим пусть будет чуть поменьше сделать 30 чтобы не так сильно было даже наверное давайте поменьше пробуем 27 это 27 и тогда высоту строки нам надо с вами сделать меньше скольки 50 потому что она сейчас наследуется от компьютерной версии давайте сделаем 41 маяк маяк я предлагаю принципе вообще убрать отсюда то есть сделаем каким образом мы заходим в настройки строки которые стоит дополнение изображения с маяком и просто в настройках во вкладке скрываем на планшетах и также мы скрываем на мобильных телефонов чтобы у нас этого маяка не было дальше что еще можно сделать в дополнение с текстом во вкладке дополнительно у нас включен переключатель ширины дополнения здесь он у нас 73 процента в планшетной версии он у нас по умолчанию наследует давайте здесь мы немножко расширим его чтобы чтобы у нас текст смотрелся более красивее вот давайте ставим 85 процентов пусть вот таким образом он будет далее давайте сразу проверим на мобильном будем идти по блокам и сразу же адаптировать каждую строку сразу же под все устройства чтобы потом уже к ним не возвращаться давайте сразу сделаем заголовок основной здесь нам также надо будет уменьшить наверно шрифт все-таки для мобильного сделать поменьше и сделать высоту строки тоже поменьше сделаем вот так вот в три строки пусть будет оставим дату крупнее хотя можно дату тоже поменьше сделать будет неправильно что дата у нас крупнее заголовка сделаем вот так и и здесь мы так ширина у нас ширины нет стиля ну да наверно так и оставим пусть будет в три строки дальше здесь мы уже с вами все сделали обзорная пешей экскурсия здесь надо нам уменьшить размер шрифта делаем его мельче высоту строки мы также с вами уменьшаем и я предлагаю здесь отключить точнее отключить а сделать ширину дополнения на все сто процентов чтобы как сказать он заполнил полностью размер экрана так как на мобильном все-таки будет просматриваться ну мелко и надо будет чтобы текст был хорошо виден дальше у нас здесь с вами отступы давайте сделаем снизу немножко отступов строки побольше здесь пропишем 0 пикселей и нижний отступ сделаем пикселей 100 вот так оставим далее следующий блок у нас программа здесь мы должны заголовок немножко сделать поменьше так компьютерной версии он у нас 43 в планшетной он у нас также останется 43 в мобильной мы его сделаем давайте 35 поменьше немножко сделаем отступы так 0 пикселей и сверху мы сделаем отступ все-таки где-то пикселей 70 70 пикселей дальше мы вот эти блоки трогать не будем они у нас хорошо смотрятся на мобильной версии так давайте планшетную сразу посмотрим здесь также все выстроилось в одну колонку сохранимся на всякий случай в одну колонку здесь давайте тоже сделаем для строки отступы сверху пусть будет 100 далее тут мы ничего не меняем оставляем все как есть картинки тоже оставим единственное я хочу сделать между ними разрывы на сайте примере разрывов нет но я вот сейчас смотрю мне не очень нравится как это все выглядит зайдем в каждое дополнение и в стилях сделаем внешние отступы снизу процентов по 30 чтобы у нас какой-то был воздух между даже давайте по 40 между ними был какой-то разрыв и они не сливались это разрыв снизу имеется ввиду давайте далее сделаем у следующего дополнение также 0 пикселей и разрыв снизу 40 пикселей так у этого дополнение мы снизу ничего делать не будем так как оно последней стоит далее давайте сохранимся и проверим как на мобильном это все будет смотреться так на мобильном все хорошо и так же давайте здесь мы сделаем отступы отступы пикселей 40 так следующий стиле 0 пикселей 40 снизу все мы с вами разделили фотография далее у нас идет с вами заголовок маршрут экскурсии давайте его сделаем таким же размером как мы сделали и этот заголовок то есть 35 пикселей размер шрифта возвращаемся так давайте сначала все таки для планшета чтобы у нас все по порядку шло так здесь все хорошо здесь я предлагаю немножко расширить этот текст за счет вкладки дополнительно у нас потому что здесь идет 50 процентов размер дополнения а планшетной версии он у нас будет не 50 а поболее то есть делаем где нибудь процентов 65 даже 62 вот так вот оставим так остальное здесь все хорошо давайте вернемся в мобильную версию и здесь мы сделаем у заголовка размер шрифта попробуем 35 далее размер шрифта у этого текста давайте посмотрим какой мы сделали здесь здесь у нас 23 и высота строки 35 попробуем как это получится здесь применить 20 23 и высота строки у нас стоит 35 но опять же нам нужно с вами сделать ширину дополнения по максимуму давайте 100 процентов сделаем карта у нас с вами подстроилась автоматически здесь все нормально далее возвращаемся в планшет здесь у нас изображение нашего экскурсовода и нужно сделать небольшой отступ от фотографии иначе сливается слишком близко стоит заходим настройки изображения в стилях 0 пикселей и делаем отступ пикселей пусть будет 50 сделали отступ далее надо сохраняться чтобы изменения не потерять дальше какие действия здесь конечно выравнивание лучше сделать по центру но у данного дополнения нет возможности выбирать выравнивание в зависимости от точки 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 остановки ну от устройства каким образом можно выйти из положения сделать просто копию данного дополнения выравнить ее по центру далее админ лейбл просто ее обозвать мобайл чтобы понимать что данное дополнение будет показываться только для мобильных устройств это админская метка она нигде не выводится она просто для информации чтобы вам было проще потом ориентироваться где какое дополнение мы выровняли по центру и теперь нам нужно это дополнение вскрыть заходим во вкладку дополнительно и скрываем ее на компьютерах нажали не показывает на десктопах но будем показывать на планшетах и мобильных устройствах здесь получается оно не исчезает но на самом сайте его не будет поэтому ничего страшного в этом нет оставляем так как есть зайдем в этот заголовок и подпишем его просто десктоп десктоп чтобы понимать что это дополнение оно относится к компьютерной версии также в дополнительно мы его скроем от мобильных и планшетов все оно не будет показываться на этих устройствах то же самое я предлагаю сделать и для под заголовком первый заголовок мы делаем для компьютерной версии и скрываем его на мобильных и планшетах а второй заголовок подписываем его как мобайл можно по-русски писать кому как удобнее и скрываем его для экранов мониторов все сохранить и теперь у нас получается что так мы забыли с вами вот этот вот вот это дополнение выровнять по центру все сохраняемся и давайте сразу же проверим как это все на мобильном будет на мобильном это в принципе смотрится вот заголовок мобильного а вот заголовок а под заголовок тоже можно их поменять местами чтобы проще было ориентироваться это у нас компьютерные варианты это у нас для мобильных все мы с вами сохранились и давайте перейдем на сайт посмотрим что у нас вообще получилось кнопкой F12 переходим в режим разработчика Google Chrome и здесь вот есть такие переключатели для проверки адаптивности на всех браузерах в принципе есть такой функционал что в опере что в Firefox переходим и можем здесь с вами менять разрешение давайте посмотрим как у нас выглядят наши заголовки вот обратите внимание что сейчас при разрешении 991 пиксель в ширину наш заголовок меняется то есть если мы смотрим компьютерную версию что у нас все выровняно по левую сторону то при уменьшении разрешения и переходит допустим в планшетный вариант так планшетный вариант наши заголовки исчезают и появляются те которые мы выставили для мобильных устройств соответственно чем меньше тем вот они сжимаются все у нас хорошо теперь надо сделать единственно отступ от фотографии и продолжить дальше адаптировать сайт давайте давайте вернемся в редактор и сделаем отступ от фотографии прописываем внешний отступ и снизу давайте сделаем пиксель 70 так 70 пикселей все этого отступа достаточно далее текст мы оставляем как есть здесь нам нужно с вами сделать будет шрифт 35 да и планшетной версии мы оставим который у нас был 43 а в мобильных сделаем 35 сохраняемся идем дальше здесь у нас отзывы в принципе сами подстраиваются неплохо оставляем их как есть проверим их для планшетов для планшетов тоже все хорошо они выстроились в одну колонку отступы везде есть далее здесь у нас остается последний блок его надо немножко будет подкорректировать допустим заголовок мы сделаем так посмотрим какой у нас 50 и высота строки 44 давайте сделаем заголовок 45 даже давайте сделаем 40 и высоту строки немножко поднимем вот таким образом оставим здесь давайте сделаем ширину нашего дополнения немножко побольше чтобы наш шрифт был немножко растянут вот так вот оставим и сделаем его размер чуть меньше так здесь у нас 27 давайте сделаем 25 даже 24 и для мобильной версии мы сделаем его так во первых нужно будет также сделать на всю ширину дополнения и размер шрифта сделаем было 24 станет где-нибудь сейчас где-нибудь давайте 20 сделаем чтобы не сильно большой был даже 21 все сейчас нам нужно этот заголовок еще подредактировать давайте сделаем здесь какой-нибудь вот такой размер чтобы у нас хотя бы был три строки уберем так перенос мы с вами убрать не можем потому что он сразу поломается и в других точках остановки потому что у нас в компьютерной версии этот перенос играет важную роль он у нас разбивает этот вот заголовок на две части если мы его здесь сотрем то естественно на других точках пропадет поэтому что я предлагаю сделать сделать копию данного дополнения соответственно у этого мы пропишем что-то десктоп версия а у этого пропишем что-то мобайл версии мобайл и что мы будем с вами сейчас сделать с мобайл версии так давайте десктоп ну сразу скроем на мобильных и планшетах далее вернемся в мобильную скроем ее на план на компьютерах и на планшетах оставим только на мобильных и перейдем в мобильный режим здесь нам надо с вами будет поработать с его размером во-первых уберем перенос строки вернем обратно и изменим немножко размер шифта сделаем его поменьше пусть будет вот таким образом в три строки и сделаем высоту строки более меньше ну вот хотя бы так чтобы это смотрелось более аккуратнее дальше здесь у нас все в порядке так нет мне почему-то не нравится запиши запишитесь на обзорную экскурсию по анапе так как здесь сделать так у нас ширина дополнения не не стоит здесь надо как-то сделать ну да здесь не получается немножко давайте давайте все-таки так оставим как пример и поработаем сейчас вот с этим текстом здесь нам надо будет в принципе ну да здесь мы оставим как есть пусть даже будет 20 нажмем сохранить здесь также нам надо будет в стилях сделать отступ от блока 0 пикселей сделаем процентов 40 и здесь мы сделаем нет мы сделаем не отступ мы сделаем с помощью настроек вот этого дополнения разделитель мы просто увеличим с вами вот эти вот отступы 40 и 40 и давайте сразу на планшете проверим здесь мы тоже сделаем отступ 40 и 40 даже можно сделать больше 60 здесь мы сделаем тоже 60 50 далее так это у нас мобильное получается да мобильный заголовок а это компьютерный и планшетный тогда мы здесь сделаем немножко больше отступ снизу от нашего подзаголовка будет 0 пикселей и снизу давайте сделаем 70 так все у нас здесь в принципе готово давайте сохранимся и проверим как это все будет выглядеть на самом сайте идем на сайт обновляемся и смотрим что так это у нас компьютерная версия давайте проверим так отзывы у нас стоят нормально далее так смотрите у нас получается пропал заголовок это у нас уже так компьютерная версия у нас не отображается так заходим настройки компьютерного заголовка и посмотрим что мы здесь настройках а мы скрыли его на планшетах на планшетах его скрывать не надо только на мобильных возвращаемся обновимся и проверим планшетную версию все на заголовок вернулся под заголовок и форма с этим у нас все в порядке проверяем на мобильном здесь у нас тоже все выстроилась как надо все мы с вами в принципе адаптировали наш сайт под мобильные устройства единственное что хочу я вам сказать что еще стоит проверять такой размер экрана как 320 пикселей это самый минимальный размер на телефонах такие разрешения присутствуют на айфонах и иногда бывает что верстка едет и какие-то заголовки они вылазят за пределы вот этих вот значений но тут какой минус есть у данного конструктора что мы не можем повлиять на две разные точки допустим на 480 пикселей мы можем повлиять в настройках а на 320 уже нет потому что здесь у переключателей здесь нет 320 точнее не так вот здесь вот в настройках шрифтов есть только три значения это компьютерная 1200 пикселей это мобильный получается 900 планшетных 992 пикселя и мобильный размер это где-то 480 пикселей для 320 пикселей мы не можем поставить никакие значения допустим тот же размер шрифтов можем только для 480 соответственно если мы хотим чтобы у нас на 320 пикселей шрифт допустим было меньше то нам его придется выставлять все-таки для вот этой мобильной версии для 480 пикселей значительно ниже чтобы он все-таки корректно отображался на более меньших разрешениях вот таким образом приходится работать но в этом нет прям сильных минусов подстраиваемся просто сразу же под меньшее разрешение поэтому у меня вот здесь настройках есть их ну больше чем три и я когда создаю сайт я проверяю на всех разрешениях как выглядит сайт соответственно делаю настройки таким образом все на этом мы с вами адаптацию закончили урок получился довольно таки очень большой почти 30 минут но смысл его разбивать на меньшие я не видел но зато мы с вами рассмотрели полностью процесс адаптации сайта в следующем ролике мы анимируем наши блоки чтобы при скроллинге сайта они у нас появлялись красиво и будем наверное на этом заканчивать заканчивать сайта и сайта сайта